здравствуйте на канале it on tv программа тема дня сегодня веду я михаил горин а с нами на связи из киева политолог директор института глобальных стратегий вадим карасёв здравствуйте вадим здравствуйте приветствую вас приветствую коллеги спасибо во первых я хочу выразить соболезнования в связи с трагическим происшествием в кременчуге где российская ракета попала в торговый центр погибло множество людей на момент когда я разговариваю с вами известно что украинские власти сообщают о 20 погибших и судя по всему это еще не финальная цифра скажите пожалуйста если какие-то вот новости от конкретно из кременчуга что там первых спасибо во вторых сейчас проверку делают соответствующие службы власти по поводу того насколько скажем правомерно работать торговым центром вот в зоне которые там примыкают при фронтовым зонам вот это раз в киеве мы знаем тоже было в самом начале войны удар по ретро вилю тоже торговый центр там погибло меньше ли они тоже погибло это два ну и в третьих конечно пока там завал еще разбирают и к сожалению может быть количество жертв увеличится и сегодня в кременчуге траур трехнедельный трехдневные просите несмотря на то что сегодня чем-то украине праздник день конституции сегодня 28 июня 1996 года была принята современная конституция новой независимой украины скажите пожалуйста обычно российские власти не комментируют такие инциденты а есть но только бывает что появляется информация что на самом деле обстрел был по каким-нибудь складам с оружием или что-то в этом роде или что это сами вот националисты где-то там взорвали что-то и поэтому случилась такая трагедия на сей раз представители военных российских сообщили что они обстреливали находящиеся рядом завод где по их утверждению находился склад с западным вооружением которая поступила в украину и боеприпасами к ним и вот мол произошла детонация и случилось получился что взорвался вот этот торговый центр действительно ли в кременчуге рядом с этим торговым центром есть какой-то завод есть военный склад я честно говоря не очень то знаю так насколько там примыкает этот завод к этому торце или насколько там расстояние у них большое или маленькое тут вопрос другу дело в том что последние дни интенсивность ракетных воздушных обстрелов украине она увеличилась в разы и второй момент точность ракет или попаданий она значительно была ниже это уже удары не совсем или так не высокоточными ракетами не высокоточным оружием поэтому и получилось так что и в киеве накануне воскресенье тоже был удар по жилому дому так жилой дом пострадал и погиб один человек мы видим а дом там новый он не совсем был заселен и был фактически полупустой а вот и к мячуге это уже оказалась трагедия намного большого скажем так размера так и количество жертвы это было днем что в общем-то не характерно для обстрелов со стороны россии но по крайней мере до этого дня войны потому что как правило эти ракетные обстрелы были либо рано утром так там в рассветное время либо ночью либо поздно вечером но никогда днем чем это связано но это связано с общее изменение военной ситуации на участках боевых действий возможно это связано и с тем что пришло новое командование российское новое военное командование как они говорят свои специальной военной операции в украине сейчас это генерал армии суровикин командующий воздушно-космическими силами россии очевидно акцент сегодня смещается вот с наземных операций где в общем-то украина благодаря в том числе и помощи наших западных друзей оперативным поставкам самоходных оружий и французских вот немецкая сегодня тоже уже информация есть в украине так немецкие сау новейшего кстати говоря образца которые по моему даже не прошли обкатку насколько я знаю не прошли обкатку испытаний в самой германии так ну цесарь французский американский хаймерс появился так в общем-то украина начинает наше скажем так военное командование и в целом украина выравнивает артиллерии соотношение в артиллерии да мы пока еще уступаем но тем не менее уже это не соотношение 115 пользу российской артиллерии и российского снаряжения артиллерийская возможности с этим и акцент смещается вот на воздух так воздушное пространство где украины конечно меньше хотя и но меньше возможности по крайней мере пока и хотя в украине достаточно эффективно работает беспилотная авиация особенно в области разведки да и ударные беспилотные беспилотные орудия тоже хорошо так особенно байрактар и будет увеличиваться и производство байрактаров на совместном турецко-украинском предприятии об этом вот только что сказал министр обороны резников но факт есть факт интенсивность обстрелов именно с воздуха так ракетами воздух земля они увеличились и конечно же не могло не произойти та трагедия которая произошла кримичу и именно вот с такими скажем изменениями в условиях ведения войны со стороны россии скажите пожалуйста как известно северодонецк оставлен украинскими вооруженными силами они отошли к лисичанску и теперь держат оборону там плюс захвачено со стороны российскими войсками несколько небольших населенных пунктов и российские войска пускай очень медленно но достаточно уверенно все-таки продвигаются на этом направлении скажите пожалуйста лисичанск это уже будет как-то объявлен это уже будет линия обороны или его ждет та же судьба что северодонецк и украинские войска может быть из каких-то даже стратегических соображений его оставят я думаю что все будет зависеть от соотношения силы во вторых что не думаю что в ближайшее время будет дан приказ отойти там на заранее подготовленные позиции лисичанск будут удерживать до будут удерживать и там уже как пойдет ситуация тоже надо сказать что вот вокруг северодонецка российские силы тоже истощены длительной осады и длительным взятием а теперь еще и длительным взятием моска если получится конечно так длительной осадой и лисичанска вот а в это время конечно же задача нашего командования и высшего политического командования и военно-тактического командования оперативного командования это готовить новые резервы готовить новые оснащение ли получать и транспортировать западную военную технику через украину вот сюда в зону боевых действий и конечно же главный удар будет помимо лисичанска его же как бы и обходя тоже так и частично обошли российские войска это удар по славянскую краматорску вот здесь скажем главная линия будет обороны вот сюда стягиваться все оперативные резервы и живой силы и живой и техники для того чтобы здесь затормозить остановить наступление российских войск хотя надо сразу сказать что потом конечно же станет вопрос о наступлении российских войск на уже так называть днр на территории днр так называемых так просите донецкой уже группировки ну здесь мне кажется что важно вот сейчас если все-таки война военные действия смещать смещаться вот сторону туда краматорска славянска а затем там части вот который еще контролируется украины запорожской области днепропетровской области здесь уже но скажем военные действия примут несколько другой характер потому что тут нет такой глубоко эшелонированной укрепленной обороны которая была вот на луганском и донецком направлении а стало быть тут необходимость в артиллерии для того чтобы она взламывала вот эти все укрепления забетонированные будет наверное меньше а стало быть основной упор будет делаться на воздушные атаки для того чтобы с воздуха с воздуха так наносить урон украинским войскам так что для нас для для нас очень важно будет так для того чтобы сдержать вот эту воздушную новую воздушную линию атаки и наверное с этим связано как раз и назначение суровики на одним из командующий российскими войсками на территорию украины так вот наступление и вот с этими связаны вот последние вот такие массированные ракетные обстрелы не только вот кременчуг это же было вот буквально на днях и по чернигову и николаеву и возле одесской области по киеву но вот кременчуге но да привело к трагедии приобрело такой такому драматическому и трагическому исходу вадим скажите пожалуйста что происходит на направлении херсон сначала буквально там в течение последней недели поступали сообщения что украинские войска вот-вот начнут там наступление и чуть ли не собирается отвоевать его обратно потом поступали другие данные абсолютно противоречивые все время называется другая цифра на ком расстояние от херсона находятся войска украины так что там в реальности ну в реальности пока херсон оккупирован но не все так скажем там просто а борьба идет постоянно вот за серую зону вот между позициями российских 8 позициями украинских войск поэтому есть это по ибо и местного значения пока так поскольку основные бои сегодня вот но лисичанск как мы уже говорили и славянск краматорск это уже с выходом туда на донецкую область а в херсоне это бои местного значения и конечно там наши мы вынуждены удерживать и накапливать вынуждены удерживать достаточно но серьезную военные группировку я думаю что она будет постепенно укрепляться поскольку планах высшего военного политического руководства да и в оперативных планах руководителей военной группировки и верховного и главнокомандующего вооруженными силами украины это отвоевать херсон по крыму конечно это более длительная перспектива по крайней мере такие заявления звучали и с усть министра обороны украины резникова и со стороны некоторых генералов например генерала марченко одного из руководителей обороны николаева достаточно успешно и такой достаточно сильный и боевой генерал крым да крым остается в планах но думаю не ближайших а вот херсон да и это важно потому что все больше и больше звучит сегодня но такие скажем микропрогнозы о том что к зиме война может и но по крайней мере остановиться и закончится а для того чтобы все таки можно было сесть за стол переговоров украинскому руководству необходимо но более сильные позиции более сильные позиции это не только факт плане сдерживания военного россии так по нынешней линии фронта или там линии соприкосновения но с учетом необходимости отвоевать ряд оккупированных территорий в запорожской области и херсонской области вплоть до херсона так но в херсоне очень важно там и каховка и скадовска и ряд других очень важных и опорных таких регионов связи с этим как раз вот кстати вот то что к зиме украинское руководство но хотела бы закончить по крайней мере активные боевые действия и перейти к перемирию говорил ли дал понять по крайней мере зеленский в обращении лидером большой семерки по крайней мере вот такую информацию дает ряд немецких изданий так вот что это важно это важно связи и с тем как будут проходить ситуация будет какая будет ситуация в зоне боевых действий в течение но вот нескольких месяцев я в связи с этим полагаю что будет несколько ну два примерно месяца до августа посетите до конца августа начало сентября эскалация до контролируемая до управляемая до не выходящая за красные линии но эскалация затем наверное вот где-то в сентябре-котябре кульминация и в ноябре будет саммит большой двадцатки на этот саммит приглашен путин и мы знаем что лидеры большой семерки обсуждали вопрос бойкотировать саммит большой двадцатки связи с тем что там возможно будет путин причем это в очном скажем так формате не в онлайн а в очном формате или нет но решили что не стоит бойкотировать но это на этом саммите будет и зеленский я даже не исключаю встречу зеленского и путина на этом саммите и вот тогда вслед за кульминацией может пройти до эскалация затем уже и какое-то перемирие пойдет ли на это российская федерация но мне кажется может пойти по двум скажем главным причинам первое затягивать кампанию на двадцать третий год все таки не не безграничны резервы военные прежде всего по и припасах военной техники и так далее россии во вторых тоже но вооруженные силы истощены тем более больших новых резервов я не вижу как они вводятся бой как меняются составу и так далее они все таки ведут войну скажем ну в ограниченном таком формате так не переходят жесткой военной мобилизации или всеобщей военной мобилизации это два но в третье конечно это много будет зависеть от того как будут проходить на фронтах ситуация если украина но будет наступать и отвоевывать земли свои территории запорожской области херсонской области одна ситуация но еще надо один момент учесть все-таки как конец 22 года декабрь 22 года это столетие создания или образование советского союза ссср который был создан и в декабре 1022 года в общем то путин может и приурочить какие-то но скажем так относительные успехи относительные победы как раз к этой дате и на этом пока но перейти к перемирию или переводу конфликта ли войны в такое затяжное холодное гибридное состояние так для того чтобы но через какое-то время возможно опять перейти в состояние военного уже противостояние и конфликта подготовив соответственно вооруженные силы и украина тоже будут готовиться готовиться вот такому исходу поэтому не исключаю что вот мы будем видеть на протяжении вот июля августа месяца увеличение интенсивности боестолкновений на земле в воздухе интенсивность ракетных обстрелов по инфраструктуре украинских так украинской инфраструктуре прежде всего касающиеся жизнеобеспечения и гражданского сектора ну это и горючие смазочные материалы и бензин и электростанции и и мосты и так далее так не говоря уже о инфраструктуре которая работает на военную логистику а вот уже к октябрю вот так сентябрь октябрь это уже кульминации затем деэскалация кстати еще один момент надо учесть почему зеленский все-таки именно так ставит вопрос конечно это учет и реальных реальных ситуаций на фронте и конечно же учет военных возможностей для отвоевания части территории хотя бы до части территории из таких позиций садиться за стол переговоров но выше политического руководства украины и тоже понимают что зима может быть для украины очень тяжелой и в плане отопления и в плане электроснабжения и в плане вообще скажем инфраструктурного инфраструктуру ситуации в области инфраструктуры в украине зимой но потому что россия может перейти зимой например или поздней осенью к ракетным обстрелом теплоэлектроцентрали теплоэлектростанции а это все это вода это электроэнергия это тепло и вот по крайней мере к такому скажем варианту возможным так варианту вот такой инфраструктурного кризиса кризиса скажем так холодом холодом не голодом а холодом украина но готовится по крайней мере никто не отрицает необходимость такой подготовки невзирая на то или там помимо того как будет складываться уже ситуация непосредственно в зоне боевых действий и на дипломатических раутах и на дипломатическом столе но вот примерно так можно на мой взгляд связи с заявлением зеленского и с тем что происходит на фронте дать такой скажем предварительный прогноз до того что может быть на следующие до четыре месяца вадим по поводу прогноза еще один вопрос на днях глава англии борис джонсон и германии шольц заявили что они не позволят чтобы украину принудили к миру на каких-то позорных условиях за счет территориальных уступок означает ли это что среди глав государств запада и европы нет единого мнения по этому поводу есть к те кто считают что войну надо заканчивать на любых условиях нет единого мнения на мой взгляд поэтому сегодня много лидерами западных государств наших де-факто союзников конечно и много разговора о том какие критерии победы вот и что такое победа поэтому я видел и в западной печати вот рассуждение в том числе на самом высоком уровне о том что зеленский должен определиться что такое победа для украины будет так перед тем как садиться за стол переговоров и подписывать некое перемирие тут все-таки что означает победа и вот насколько тоже вижу по западным источникам открыта внутренняя дискуссия сегодня в белом доме так среди советников байдена что считать вот победой для украины и входит ли в эту понимание победы в эти критерии победы возврат всех территорий которые украина потеряла с 2014 года еще до президентства зеленского или это будет откат допустим к 24 февраля этого года либо зафиксировать ситуацию по линии фронта вот почему и зеленский ставит сегодня вопрос о дальнейшей помощи дальнейшей помощи так украине для того чтобы все-таки обеспечить лучше более сильные позиции для переговоров возможных переговоров уже осенью этого года то же самое и вот шольц в одной из тоже своих в одном из выступления говорил о том что украине нужен справедливый мир это его выражение тоже тогда нужно четко тут определить критерий что такое справедливый мир в этих условиях и конечно надо же всегда учитывать две вещи что в конечном счете это будет обеспечиваться ситуацией на поле боя фактически так и какие территории можно будет отвоевать удержать и тому подобное это раз но и во вторых тоже надо всегда четко понимать и планировать так том числе и с помощью военной аналитики и военного планирования когда ваши позиции на какой период времени вашей позиции усилится а на какой период времени усилится то есть тут тоже надо четко понимать чтобы затем как время на кого работает лучше на украину или на врага вот поэтому как но сама сам факт дискуссии такой что вот он сегодня такая дискуссия идет на самом высоком уровне на самом высоком политическом уровне это дискуссия не среди военных военные будут выполнять приказ которые будут ему давать политические руководители но то что такая дискуссия есть и в белом доме и большой семерки и шольц и джонсон и макрон говорит о том что параметры определенные такие скажем так проекты или драфт или черновик этих параметров возможного перемирия начинает обсуждаться вадим спасибо что нашли для нас время за ваши комментарии всего вам доброго спасибо спасибо на этом все напомню что с нами на связи из киева был политолог вадим карасев до свидания